Может быть, некоторым это покажется скучно, но действительно, сегодня стволовые клетки, как вы знаете, у всех на слуху. И связаны с ними различные мифы и легенды со стволовыми клетками. Сегодня мы постараемся о них поговорить, об их истории, об их перспективах, об реальностях, связанных со стволовыми клетками. Надеюсь, что то, что я расскажу, будет интересно для вас. Так вот, давайте начнем с того, что, конечно, слова «стволовые клетки» ассоциируются у всех с «стволовые клетки для трансплантации», «стволовые клетки для трансплантации», «клеточная терапия», «регенерация тканей», «регенерация органов», «польза новых лекарств», даже слово «клонирование». Это то, что знаем сегодня. Но, в общем-то, для того, чтобы говорить о будущем, то, что мы ждем от лет, надо понимать нашу историю, наше прошлое, в том числе и прошлую историю стволовых клеток. Так вот, если мы заглянем в прошлое, еще во времена дохристианские, то мы вспомним битвы и легенды Древней Греции. И, собственно, обратимся к тому моменту, когда Прометей украл огонь для человечества, принес его на землю, за это его боки приковали к скале, а злобный орел прилетал каждый день, выклевывал его часть печени, а печень потом регенерировала. Отрастала заново так, что орел мог питаться печенью человека вечной. И это действительно так, потому что печень у человека один из очень активно регенерирующих органов. Следующей историей, в которой были задействованы злобные клетки, регенерация, клонирование, было то, как Бог создавал гену. Что он сделал? Он взял ребру Адама и из части человеческого тела, из ткани, создал новый организм. Как мы сегодня называем? Сегодня это называется актом клонирования. То есть женщина была клонирована когда-то Господом Богом из ткани мужчины. Однако даже у Господа Бога, как вы знаете, есть некое несовершенство в его деяниях. И произошла ошибка. Была потеряна одна хромосома, Y-хромосома мужчины. Но и для того, чтобы все-таки сделать хромосомный набор симметричным, диплоидом, подле, Бог взял, скопировал вторую X-хромосому. И вот таким образом, значит, получилась женщина. То есть из мужчины, посредством клонирования, с некими ошибками, получилась женщина. Это был акт нашего, значит, Творцора сделан. То есть эти технологии, которые были известны давно человечеству на самом деле, но были потеряны в темные и мутные времена. И только когда стала наступать эпоха просвещения, возродился некий интерес к клеткам, к стволовым клеткам, к регенерации. Вот, например, известно, что в XV веке, значит, Папа Иннокентий VIII любил пользоваться кровью молоденьких мальчиков для омоложения. Он вводил в себе кровь молоденьких мальчиков, думая, что таким образом сам омолодится. Ну, к сожалению, последствия были негативные. У него, в общем, он, в конце концов, от этого и скончался. Но, как бы, попытки использовать те или иные ткани человека, изучение продолжались. Вот, например, уже в XVII веке, когда Уильям Гарвей открыл два круга кровообращения, некто фольми-ископи, это из Италии, есть об этом запись, он предложил способ переливания крови с использованием серебряных и золотых конюй. И это был документально зафиксированный факт. То есть тогда уже люди знали, как это делать. Правда, это знание опять было потеряно. И только спустя два столетия, сначала в Англии, а потом, в частности, в России, это было сделано в 1832 году, состоялось первое переливание крови, когда в Санкт-Петербурге акушер Андре Вольф перелил кровь роженицей, тем самым спасли. К счастью, последующие две попытки переливания крови, которые делал Андре Вольф, они закончились неудачно, потому что никто не знал тогда, что есть группы совместимости крови, что люди должны быть совместимы. И, в общем-то, только в 1907 году действительно с этого времени пошли первые обмены между людьми, клетками и тканями, было сделано первое осмысленное переливание крови. Вот пионеры изучения клеток нельзя не упомянуть, профессора Роса Гаррисона, который сделал совершенно фантастическую вещь. Он был первый, кому удалось культинировать клетку вне организма. Он делал это так называемые висячие капли. Вот если вы капните капельку на стекло, а потом стекло перевернете, если капля не очень большая, то она останется на стекле. В эту каплю можно ввести клетку. Он ввел нейрон и на протяжении долгого времени, то есть нескольких месяцев, наблюдал, как этот нейрон растет. То есть это было величайшее технологическое открытие человечества, активирование клеток вне организма. Следующий человек, которого нельзя не отметить, это Алексис Карель. Вот тут он изображен на обложке журнала «Таймс». Он стоит слева, рядом с Линденбергом, человеком, который первый на самолете пересек Атлантический океан. Они рассматривают прибор, который изобрел Карель. Карель сделал очень много технологических новшеств для того, чтобы можно было изучать клетки вне организма. И Карель до этого, правда, до этого получил Нобелевскую премию. Это был первый человек, первый хирург, и ему за это была учена Нобелевская премия, который научился пересаживать сосуды в разные части человека. И сегодня это рутинная операция. А вот Карель в 1912 году за это получил Нобелевскую премию. Вот пионеры изучения стволовых клеток. Мы подошли, собственно, к предмету. Это русский ученый Александр Максимов, который в 1908 году предложил теорию стволовых клеток. Он изучал кроветворение. Как в организме человека происходит кроветворение. И на основе своих знаний и наблюдений за клетками, которые он делал, просто окрашивая клетки различными красителями, он понял, что должна быть какая-то для крови главная клетка, которую можно назвать стволовой клеткой. Но это были еще теоретические открытики. А первые экспериментально доказали, что действительно существует стволовая клетка. Одна единственная клетка крови, которая может полностью восстановить все кроветворение. Это был период изучения радиации. И два американских ученых, Тил и Маккулов, они облучали мышей смертельной дозой радиации, потому что уничтожали все кроветворение. А потом подсаживали мышки одну, единственную клетку. И если эта клетка оказывалась стволовой клеткой крови, то мышь после этого жила. Это были первые доказательства того, что существуют действительно стволовые клетки. Так что же такое стволовая клетка? Вот теперь мы подошли к нашим временам практически. Давайте, что же такое стволовая клетка? Вот клетка, есть человек, наш организм. Этот организм, он существует во времени, мы живем там, ну, хотим жить долго, но сотню лет, условно говоря. Чем-то поддерживаться должно. Но это не только во времени, но и в пространстве. Мы должны иметь волосы, ноги, руки. Это все должно поддерживаться чем-то. То есть, чем-то поддерживается во времени и в пространстве. Чем же это поддерживается? Ну, во-первых, поддержание целостности во времени происходит за счет того, что клетка некая может сама себя точно скопировать. То есть, при зелении получится точно такая же клетка с заданными свойствами. То есть, свойства самоподдержания получаются две одинаковые клетки. И второе совершенно другое свойство, одновременно, которое должно существовать, она должна уметь специализироваться в определенный тип клеток. Либо в кровь, либо в нервы, либо в кожу, либо еще в жир и так далее, и так далее. Куда захотите, чтобы специализироваться. И тогда это поддерживает как раз целостность нашего организма. У нас растут волосы, растут когти, значит, подает кожа ненужная и так далее. Между прочим, все мы теряем за нашу жизнь порядка 300 килограмм кожи. Она в конце концов должна восстанавливаться. Так вот, это происходит за счет стволовых клеток. И таким образом, стволовая клетка – это клетка, которая одновременно обладает свойством самоподдержания, которая сама себя копирует, и второе, она может одновременно специализироваться в любой тип клеток. Вот что такое стволовая клетка. Теперь существует некий такой жаргон вокруг этих вот всех стволовых клеток. Значит, вот потенции стволовых клеток. Что действительно могут эти стволовые клетки по части специализации? То есть, потенции стволовой клетки – это степень универсальности, которая отражает, как много специализированных типов клеток может произойти от одной стволовой клетки. Есть еще такой термин, который используют – это плюрипатентные клетки. Плюрипатентные клетки, плюрипатентные клетки – это значит, что можно дать большое разнообразие типов клеток, в общем-то, всего организма. Разнообразие различных клеток. При этом этих разнообразных клеток может быть поштучно. А вот есть тоже другое слово еще – мультипатентные. Мульти и плюри – это одно и то же, в общем-то, значит, по-латыни – много. Но чем отличается мульти от плюри? Потому что клетки, которые мультипатентные, они могут делать очень много клеток. Но разнообразие этих клеток уже будет ограничено. Вот это принципиальное отличие. Нам ведь нужно, смотрите как. Ведь дальше мы к этому вернемся, вы поймете, почему это так. Вот краткая история жизни любого человека. Все мы когда-то были одноклеточными. Раньше, не знаю, как сейчас, но учителя в школе говорили – «А, ты понимаешь, что я как одноклеточный?» Смело говорить с таком учителя. И ты тоже одноклеточный. Ну, когда-то. Все мы когда-то были одноклеточными. Потом стали многоклеточными. И сейчас, вот представляем из себя взрослый воздух, в котором содержится в каждом из нас 10-14 клеток. Причем этих клеток примерно 200 различных типов. Вот 200 различных типов – это плюри, патентность их дают, специализация. А то, что 10-14 существует – это каждый из неких типов, который когда-то был плюрик, он обладает мультипатентностью для того, чтобы сформировать те или иные ткани. Так вот, какие же, где и какие бывают действительно в процессе индивидуального развития организма стволовые клетки? Это, в общем-то, такие группы клеток. Это стволовые клетки, тканеспецифичные стволовые клетки, которые можно получить из взрослого организма. И так называемые эмбриональные стволовые клетки, которые получаются из эмбриона на очень ранних стадиях развития. Значит, что такое тканеспецифичные стволовые клетки и где они прячутся? А везде, в общем. Любой наш тип ткани нуждается в восстановлении. Глаза, нервы, жир, кожа, кишечник, костный мозг, прокишечник. Вы, например, знаете, такой факт, что за неделю полностью сменяется клеточный покров кишечника, потому что в кишечник вы кидаете очень агрессивную среду. Клетки не выдерживают этого. Они все тохнут, смываются, но они же должны восстановиться. Они же должны восстановиться. И они восстанавливаются каждые 7 дней за счет того, что существуют стволовые клетки. Костный мозг, всем известный костный мозг, наверняка все слышат. Крайнеспецифичные стволовые клетки. Что же они могут? Вот кроветворная стволовая клетка. Сегодня мы уже о ней сказали. Замечательные эксперименты Тила и Макулах по доказательству того, что она действительно стволовая. Одна клетка полностью восстанавливает кроветворение. Действительно, эта кроветворная стволовая клетка взрослого организма может дифференцироваться, специализироваться примерно в 15 различных типов клеток крови и иммунной системы. Это большой набор специализированных лимфоцитов. Это эритроциты, это тромбоциты и так далее. Это эритрофилы и, в общем, очень много клеток. Вот раньше говорили, что нервные клетки не восстанавливаются. Ложь. Нервные клетки восстанавливаются, потому что в мозгу существуют стволовые клетки мозга, из которых получаются нервные клетки. Действительно получаются нервные клетки, сопутствующие, поддерживающие нервную систему клетки. Такие, они называются глиальные клетки. Получаются как минимум три типа специализированных клеток. Это получаются оликотерроциты, астроциты, поддерживающие клетки. И, собственно, функциональные клетки – это нейроны. Все эти стволовые клетки взрослого организма имеют ограниченность способной дифференцировки. Они могут образовывать кто три, кто два, кто десять специализированных типов. И поэтому они как раз и получили название мультипатентные стволовые клетки. Что мы умеем делать с этими стволовыми клетками? Умеем делать шикарные вещи. Еще не было известно даже доказанных экспериментальных свойств стволовости. А в 1956 году Эдвард Томас уже совершил первую трансплантацию костного мозга. То есть той субстанцией, где как раз и находятся стволовые кровотворные клетки для того, чтобы спасти больных эйкемией. И тогда была сделана первая пересадка между совершенно генетически идентичными людьми. То есть в 1959 году был взят костный мозг и, соответственно, стволовые кровотворные клетки от однояйцевого близнеца. И произошла трансплантация. А в 1969 году уже состоялась трансплантация от родственного, но не такого близкого донора. Родственного, это ближайшие родственники, брат, родители, тоже достаточно совместимые получаются. Что сегодня представляет технология, которая началась, считаем, где-то в 60-х годах, за которую в 1990 году была вручена Нобелевская премия? Вот у меня есть данный итог по 2026 году. Ну, на самом деле понятно, что это растет и в геометрической прогрессии. В 2006 году было проведено 50 тысяч трансплантаций стволовых клеток крови. И выполнялись эти трансплантации более чем в 1300 центрах по всему миру в 71 стране. То есть это массовое, стандартное использование стволовых клеток для лечения определенных заболеваний. Основное показание для трансплантации стволовых клеток костного мозга, стволовых клеток крови, это лейкемия и лимфопролитеративные заболевания. Это оркологические заболевания крови. 88% относятся как раз к этому типу заболеваний и, соответственно, эффективно используются. Примерно половина, чуть больше половины стволовых клеток крови, которые используются, они близко родственные, то есть того же самого человека. Там берутся у того же человека, кому и трансплантируются. Это называется аутологичные, свои собственные. И вот 21 тысяча трансплантаций, это которые аллогенные, либо от близких родственников, либо от неродственников, но людей, которые по иммунной системе достаточно близки реципиенту, тому человеку, которому делал эту трансплантацию. Сегодня вместо костного мозга трансплантируют и стволовые клетки куповины и крови. Стало это очень популярно и правильно, потому что сейчас в банках хранится уже достаточно большое количество этих клеток, и есть из чего выбрать. Это очень перспективное, конечно же, направление. Клеточные продукты, которые доступны коммерчески, это кожные заболевания. Не на джинсы, не на джинсы, а не кожаные, а кожные заболевания, которые можно накладывать на те или иные, например, на ожоги. Очень достаточно хорошо используется это. На какие-то язвы и так далее, и так далее. Вот тут приведены три вида этих заплаток. Выпускаются американскими различными компаниями, но, увы, нам сказать, что их коммерческий успех очень невысок. Вот они выпускаются с 2000 года, и суммарные продажи в Соединенных Штатах не превышают где-то 100-150 миллионов долларов, что очень невысокие суммы. Конечно же, используются, и все вы знаете, слышали, но это действительно есть, используются клетки и клетки кожи для того, чтобы удалить какие-то косметические дефекты. Будь они связаны, какие-то послеоперационные вещи, либо, опять-таки, ожоги, язвы, либо действительно антивозрастные. Действительно это используется, и есть несколько зарегистрированных технологий. Вот, например, одна из технологий принадлежит американской компании Fibrocell, и он официально одобрил этот препарат, клеточный ловить, для клинического использования, для устранения дефектов кожи. Это просто. Кожа ведь на поверхности. Нам не нужно никуда залезать вовнутрь. И, конечно же, в первую очередь, человечество и все, и технология развивается по принципу наименьшего сопротивления. Как? Проще. Так что, действительно, это вполне нормальное развитие. Вот, тут немножко другая клеточная технология. На основе кровотворных и стволовых клеток применяют, делают противоопухолевую вакцину. Есть такое заболевание, оно, в общем-то, мужское заболевание, раквостаты. Встречается в одного из шести. Вторичные опухоли возникают в одного из трех. И метастазы возникают в четырех случаях осветия. То есть заболевание очень такое, в принципе, суровое. И для лечения в последней стадии заболевания, метастазов, как раз были предложены технология, была предложена вакцина, состоящая из клеток. Она получила название провершия, которая делается как раз из клеток рецепиента. Потом она ему будет вводиться. Берутся его клетки. Вне организма обучаются распознавать опухолевые маркеры, опухолевые клетки, ракобростаты, метастазы. И вводится это обратно внутрь. И эта вакцина атакует опухолевые клетки и существенно увеличивает продолжительность жизни этих людей. Вот примерные расценочки. Расценочки. Перспективы, расценочки, если мы говорим, что будущее нам готовит. Вот Кортисел есть такой препарат, тоже американский рынок, это восстановление хряща. Значит, восстановление хряща вам обойдется примерно в 20 тысяч долларов. Если хотите купить кожную заплаточку для чего-нибудь, то это 1200 долларов за одно применение. Вакцина Проверша, о которой только что говорили, противопухолевая вакцина, рекомендуется три курса. Стоимость каждого курса 31 тысяча долларов, то есть порядка 100 долларов. 100 тысяч долларов получается, так сказать, лечение. Конечно, есть это не только в Америке. Например, есть такая компания, институт стволовых клеток человек, которая в России является лидером, коммерческим лидером данного управления. И они тоже предлагают, например, трансплантацию фибробластов для воспроизведения дефектов. Это официально зарегистрированная удобная технология. Примерно по сумме в 10, 11, ну, может быть, 12 тысяч долларов в зависимости от этой цифры прошлогодней. В этом году, мне кажется, что это изменилось. По самом деле, за последние годы, вот буквально за 11, 12, 13 год, на 14 еще нет данных, но темпы развития, применения, испытаний технологий, испытаний, клинических испытаний на основе стволовых клеток взрослого организма возросли примерно в два раза. Вот видите, тут количество клинических испытаний было 161, 161, там, одно зарегистрировано в 2011 году, новое, а в 2013 году 324. То есть прирост значительный, потому что возникли новые инструментарии и новые знания для того, чтобы это использовать. Лидером является Америка и очень хорошо, хотя, так сказать, немножко отстает от Америки, движется Китай по тому, как применяются технологии на основе стволовых клеток. Так, ну, теперь опять вернемся к краткой истории жизни. Мы говорили о стволовых клетках взрослого организма, да, тканеспецифичных стволовых клеток, а теперь мы поговорим об эмбриональной стволовых клетках. Что это такое? Вот то же самое, тот же самый, тот же самый, так сказать, что такое эмбриональные клетки и где они прячутся. Вот ранние стадии развития я тут поместил в несколько развернутом таком виде, как развивается каждый организм. И существует определенная стадия, когда происходит первая, в истории человека или любого организма, специализация клеток. Одни клетки потом дают эмбрион, и все ткани эмбриона и организма, а другие обеспечивают имплантацию в мазь вот этого развивающегося эмбриона. И вот если взять внутренние клетки вот изнутри вот этого шарика, он действительно шарик, и посадить в культуру в определенные условия, то эти клетки оказалось можно неограниченно культивировать в лабораторных условиях. Если Гаррисон, Рос Гаррисон культивировал свои нервы на протяжении месяца, двух, Алексис Карель, даже после смерти его лаборант культивировал клетки, которые вытянул Алексис Карель, и достигли они там возраста примерно в 10 лет, то эмбриональные стволовые клетки, которые были получены в 1981 году, в 1 июня, они до сих пор успешно культивируются вне организма без изменений. А что значит без изменений? Они, в принципе, могли бы дать эмбрион, если бы это дальше развивалось в мастацистах. Но их посадили на чашку. А тогда ученые решили, окей, давайте проверим, насколько хороши они. А давайте вот возьмем то, что мы культивируем на чашке, и введем в развивающийся эмбрион, обратно в полность в мастацистах. Что дадут нам эти клетки? А оказывается, даже через 25 лет культивирования они дают целый организм, целую мышку. То есть наши издевательства над ними совершенно никак не повлияли на их способности. Они остались такими же универсальными, плюрипотентными, эмбриональными, чудесными и замечательными. Значит, при этом второй интересный такой момент, что если мы, когда их культивируем вне организма, применим те или иные условия, культивируем условия А, Б, Х, то мы из них, вне организма же, можем получить и кровь, и нейроны, и клетки кишечника, и клетки кожи, и все, что угодно. И это действительно так. потому что, ну, да, значит, за, собственно, вот за тот момент, что-то у меня презентация немножко сбилась, значит, собственно, вот за технологию, когда получается потом целое животное, была вручена Нобелевская премия в 2007 году, как раз вот за эти универсальные такие клетки. По сути, вот почему тут привезены такие вот входные билеты, потому что подобные клетки дают возможность для организма как бы второй раз купить входной билет на те или иные вещи. Если это развитие организма, покупая входной билет в одну сторону, то использование этих клеток действительно может дать шанс на второй входной билет, по крайней мере, мышам этот билет выдается второй раз. Так вот, как же, почему же они хороши? Какие их перспективы? Конечно же, первый раз они были получены, эти эмбриональные стволовые клетки, в 1981 году, и в 2005 году им обещали очень такое шикарное будущее. Очень большое количество исследований проводилось с использованием эмбриональных стволовых клеток и так далее, так далее. считалось, что тут показана доля рынка, которую займут эмбриональные стволовые клетки. Это, так сказать, миллиарды долларов. Уходу в миллиардах долларов проведено все, то есть колоссально. Увы, политика вмешивается и в наше здоровье, и в исследования, и во все. И президент Буш в 2002 году ограничил в Соединенных Штатах исследования, федеральное финансирование, исследования в области эмбриональные стволовых клеток. Потом это было ограничено в Европе, там глядя на Америку опять-таки было ограничено. И, в общем-то, все достаточно сильно замерло в странах Европы, США. однако продолжало развиваться в Англии, в Сингапуре, в Китае большими темпами. И первый акт, который подписал Обама после того, как он был инакурирован как президент, это было как раз отмена запрета Буша и проведение дополнительного финансирования работ в области Суровых Кеток. Несмотря на то, что это было связано с разрушением Абриона, Обама так сказал, как верующий человек, я уверен, что у нас есть способность и воля для продолжения этих исследований, равно как человечность и совесть для того, чтобы это делать ответственно. То есть, на самом деле, нет плохих людей, плохих вещей. Есть плохое и ненадлежащее использование тех или иных моментов. Почему же эти бриональные клетки такие хорошие, что с ними сегодня происходит, несмотря на все запреты, которые были. Как только запреты были сняты, тут же в 2010 году было начато исследование использования клеток, полученных из бриональных стволовых, для лечения наследственных заболеваний глаза. Вот тут показаны вот такие пузырьки, может быть, далеко сидите и не видите, но вот тут вы видите, коричневого цвета такие, пупынышки. Вот это клетки, которые мы у себя в лаборатории получаем, это называется пигментные эпители сетчатки. У нас у каждого он в глазу сидит. И, собственно, это слой, который соседствует с фоторецепторами. Это те клетки, за счет которых мы видим. Если эти клетки умирают, зрение пропадает. Если эти клетки в результате генетических дефектов не появляются, мы не видим вообще. Так есть целый ряд заболеваний, возрастная потеря зрения, связанная с дегенерацией вакула, серых клеток в сетчатке, либо генетическая. Так вот, в Соединенных Штатах оно было начато в 2010 году, в 2014 закончено клиническое исследование, когда это первое в мире проводилось. Понятно, люди очень боялись, аккуратно подходили ко всему. 14 пациентов получали инъекции неродственных клеток вот этого пигментного эпиделя вот этих вот коричневых клеток. И больше, чем у половины по вот трехлетнему наблюдению восстановилось зрение. То есть, понимаете, что когда человек в возрасте 25-30-40-15 лет начинает терять зрение, он оказывается, конечно же, полностью исключен из жизни. Восстановление зрения играет колоссальную роль. Следующее, опять-таки, клиническое исследование острая травма спинного мозга. Спиной мозг это некий такой вот как тут изображено некий как кабель электрический, где электрические провода идут у нас заложены такие и эти электрические провода должны быть в изоляции. Травма спинного мозга приводит к тому, что все нарушается. И в общем-то врачи могут скрутить проводки, восстановить электричество, но еще никому до этого времени не удавалось заизолировать. Ведь если мы скрутим проводники электрические, но не изолируем, чтобы короткое замыкание, оно так и происходило, и никакие функции не восстанавливались. Значит, сегодня это клиническое испытание идет полным ходом, будет идти еще 10-1,5 десятка лет, но ожидалось, что весь рынок в пару миллиардов долларов будет у ног этих людей. Месяц назад проведена первая трансплантация больному диабетом контейнера, который содержит инсулим, который содержит клетки, которые продуцируют инсулим. То есть зиты и родственные этому пациенту пубриональные стиловые клетки, в течение примерно месяца с ними совершают манипуляции, так что их специализируют, направляют как раз в сторону инсулин-продуцирующих клеток, аспепарсиональных клеток поджелудочной железы, после этого упаковывают это в контейнер, так, чтобы клетки организма не могли проникнуть в этот контейнер и уничтожить эти клетки, но вещества, то есть инсулин, мог спокойно выходить из этого контейнера и работать на благо пациента. В предварительных тестах было показано, что все хорошо, первые трансплантации приведены, осталось 2-3 года подождать и узнать, насколько это хорошо. Может быть, через 5-8 лет действительно это будет панацея для всех больных диабетом всего лишь единственная имплантация в определенное место и на 5-10 лет человеку не нужно будет прибегать к почти ежедневным ильенциям. Но есть проблемы, как я все время говорил, они не родственные при анализе новой клетки, их надо охранять каким-то образом от организма, чтобы они не были уничтожены. Поэтому всегда думали, а можно как-то сделать так, что если вот эта краткая история жизни и генетическая программа развития, можно ли развернуть программу развития? Действительно, можно развернуть программу развития. И впервые это было сделано в 52-м году американскими учеными. Называлось это перенос ядра в яйцеклетку. Ядро, генетические материалы ядро брался из кожи взрослого организма. Переносился в яйцеклетку в юное развивающийся организм. И генетическая информация, которая содержалась в ядре кожи, например, она репрограммировалась. И начинала выполняться эта программа заново. Мы знаем это все из журналистских слов, и называется это все планировано. На самом деле это называется перенос ядра клеточного ядра. технология правильная называется. Но на жаргоне это называется планирование. Вот впервые это было сделано планирование в 52-м году на лягушке. Впоследствии в 62-м году Джон Герден немного это усовершенствовал. И в общем-то сегодня технология планирования великолепно работает. Великолепно работает. Вот тут привезены животные, они все планированы. Вот на этой лошадке я сам лично скакал 3-4 месяца назад, и это планированная лошадь ей разрешили участвовать в соревнованиях за бегом. Вот эти вот бычки, которые стоят, они будут производителями и они уже эти бычки планированы. Но они потом впоследствии как производители создадут целый стадар для того, чтобы получать достаточно вкусную, хорошую, а главное стандартные куски мяса. Если вы посмотрите, смотрите, это два животных, полученных из как потомства планированного, совершенно стандартное, одинаковое расположение мяса из котисала. И вот сходного возраста просто какое-то там ухорошего, выращивание там сбоку. То есть это здорово. То есть планирование работает и работает совершенно супер. Сегодня очень много животных планировано уже. Но есть страшилки планированные. Вот первая страшилка планирования была связана с тем, что рождаются больные особи. Помните, может быть, кто читал, овечка Доли несчастная, она родила, потом заболела и рано умерла. Действительно, судьба овечки Доли была совершенно печальной. Но потом такой японский ученый Вакаян в 2006 году опубликовал работу, сделанную на мышках и сказал, о, действительно, смотрите, мышки, которые получаются планированные, они имеют дефекты. Ну, все бы ничего, но в 2004, в 2005 году Вакаян решил, а проверим я сам себя. И начал работу, которую закончил в конце 2014 года и опубликовал. Тогда он планировал одну мышь 26 поколений. То есть он взял мышку, из ее хвоста взял клетку, из клетки генетический материал и планировал. Произвалась мышка. Из этой второй мышки он взял клетку с хвоста, генетический материал и клонировал. И вот так вот 26 раз он взял. И что же он в конце концов показал? Что на самом деле действительно, когда он начинал с работы в 2005 году, не все у него получалось. И действительно, продолжительность жизни мышек была покороче вроде, и вроде бы весом был не очень-то нормальный. Но когда он научился это делать и клонировал последующие 20 генераций этих мышей, оказалось, что все нормально, надо просто научиться работать, надо просто освоить технологию и никогда никаких дефектов не будет. Потому что все 26 генераций, ну, последние 20 генераций были совершенно идеальные особы. А вторая страшинка клонирования, что начнут клонировать нехороших людей. Вот возьмут и Гитлер клонирует. Вот как потом мы будем с этим быть? На самом деле мы будем быть так, вот как это в фильме было сказано, да, близнецы, наверняка смотрели. Ну, понимаете, если даже два абсолютно генетических и генетических человека особы, ну, один находится в одних условиях, другой в других, это называется в общем-то эпигенетика. Мы не можем создать абсолютно те же условия, которые были когда-то у Адольфа. Он не будет рожден той матерью, которая рожден. Он не будет рожден в том доме, под той луной, под тем деревом, под теми звездами. Мы не можем повторить, и, собственно, это было давно сказано Гераклитом, еще за полкищелетия до нашей эры, что нельзя пройти в одну и ту же воду дважды. Поэтому сколько мы не будем хотеть планировать Гитлера, то есть точно, совершенно, через генетику воспроизвести это страшилки клонирования, а тем не временем наши ребята клонируют людей, совершают терапевтическое клонирование, правда, не у нас, а в Америке, Шукрат Беталибов, наш соотечественный с 90-х годов работает в Америке и успешно осуществил терапевтическое клонирование человека, то есть когда это не доводилось до рождения особи, а, собственно, он получал персональные, эмбриональные стволовые клетки, но в 2015 году он уже будет использовать технологию переноса ядер для того, чтобы в Британии начать с помощью, также прибегая к технологии экстракорпорального оплодотворения избавлять людей от наследственных митохондриальных заболеваний. Вот в феврале-марте, в январе-феврале 2015 года на уровне двух палат британского парламента он получил на это одобрение и две с половиной тысячи женщин Англии стражду получить от него этот вид дроби. Ну, клонирование, мы меняем программу за счет того, что берем как бы старый геном из клетки кожи взрослого человека и переносим яйцеклетки. Ну, извините, яйцеклетки, это женский организм, мы получаем эти яйцеклетки. Как сложно как-то это. Ну, и этические проблемы есть. А можно ли как-то проще это сделать? Можно. Называется это генетическое репрограммирование. Оно, в общем-то, было известно еще с кронца 80-х годов 20-го века, когда можно взять там некие клетки, там клетки кожи, например, человека, там жира, еще что-то, добавить там некие гены и клетки кожи перестанут быть клетками кожи. В частности, это было показано, как клетки кожи становятся высшими. Да? Вот добавлены и клетки помидор всех мануровых. Так вот, в 2006 году японский ученый Шини Ямонако взял и добавил к клеткам кожи гены, которые работают во время эмбрионального развития. И что он увидел? Через 30 дней произошло чудо. Клетки стали идентичны, клетки кожи стали идентичны полностью к клеткам эмбриональным стволовым. Он назвал эти клетки индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Они абсолютно такие же, как эмбриональные стволовые клетки, но совсем при этом не нужны эмбрионы. То есть какая-либо речь об этике и так далее уже не идет. Что это значит? Вот технология в тщине эмбрионахи, либо то же самое клонирование. То, что мы можем начать с чистого листа. Я недаром привел здесь чистые лица. Ну, представляете, у нас вот ничего нет. Мы можем найти, как вот сейчас вот находят где-то в пустыне какие-то там обломки, можем найти какие-то кусочки ткани. Ну, кусочки ткани. Мышки там, коготь мышиный, голос мышиный, мамонтный кусок там, еще что-то. Ну, просто кусочки ткани. Если это ткань, и там есть живые клетки, то мы можем, в общем-то, из этих клеток установить эти клетки, начать их выращивать. Ну, что такое выращенные клетки, когда их много? На самом деле, выращенные клетки, когда их много, это много мяса, много фарша. И если мы это мясо и фарш потом заправим, так сказать, воздействуем на это факторами яманаки, вот этими генетическими факторами, то через некоторое время мы получим сначала клетки, похожие на эмбрионарные стволовые, а потом, если мы их имплантируем в правильное мидрии и в правильное место, то и целую косыку можем получить. В общем, это значит то, что, в отличие от существующего ранее времени, мы можем фарш провернуть назад. Мы можем пойти в магазин, купить говяжий фарш, и из этого говяжьего фарша получить точную генетическую копию той коровы, от которой был этот фарш. Сегодня это стало возможностью. И, собственно, за это и была вручена Нобелевская премия 2012 года Шине, Манаке и Сэру Джону Георгену за репрограммирование, за возможность развернуть, провернуть ваш название. Не думайте, что это легко, эффективность репрограммирования составляет десятые сотые доли процента. То есть, укол в себе и сми факторами мы сделать не можем. Максимум, чтобы в этом месте выросли что-то непонятное и вредное. Нет, эффективность еще очень мала, но принципиальная возможность такого доказана. Что сегодня уже опять-таки делают с этими индуцированными патентными становыми клетками. Конечно же, первое, что стали делать, и что сделал Шиньи Монако, он решил пойти по пути использования их для терапии опять-таки заболеваний связанных со зрением, потому что эмбриональные клетки показали очень хорошие результаты, соответственно, дорожка уже проторена, и в сентябре 2014 года в Японии первый пациент, женщина 70-летняя, получила трансплантацию клеток пигментного эпителия сетчатки, которые были получены из ее же кожи. Понятно, да? То у нее сначала вся лоднекожа воздействовали факторами, то есть фаш повернули назад, получили клетки, ее эмбриональные стволовые клетки, ее личные, из них сделали пигментированные эпители ретили, которые трансплантировали ей же. Это только начало. На пути, на час улучшение немонаки, в общем-то, начинаются клинические испытания, получать по такому же принципу кардиомиоциты, клетки сердечной мышцы, это клетки сосудов, это нервы, это инсулин, продуцирующий клетки, опять-таки, которые будут родственны полностью пациентам. То есть потенциал, то, что сегодня считается клинического использования технологии репрограммирования, он очень большой, что мы можем для каждого пациента получить его клетки, если в них есть генетические какие-то неисправности, мутации, мы можем скорректировать вне организма человека и уже исправленные клетки ввести обратно человеку. А можем сделать по-другому. Если мы не знаем, что за мутация и как с ней бороться, то мы можем вот эти клетки, которые получили из конкретных пациентов, специализировать в тот тип клеток, который подвержен гибели в организме, например, нейроны. У человека живущего нельзя взять нейроны, у него из головы, дырку посвятую, инфазивную, не позволит. А тут берем кожу, получаем нейроны, а нейроны должны гибнуть так же, как у нее в голове. Мы имеем, не влезая в мозги человека, его полную копию, клеточную копию, на которой мы можем изучать и испытывать те или иные вещи, включая лекарственные средства. Ну, где и когда в общем-то применение стволовых клеток будет востребовано? Все-таки мало еще используется. На самом деле конечно, востребовано это будет там, где необходимо настоящее замещение поврежденной ткани, а не просто устранение симптомов заболевания. Устранение симптомов заболевания, конечно же, стоит дешевле и можно добиться устранения симптомов гораздо проще, но это не устранит причину. Только в тех случаях, когда необходимо устранить причину, получить полное замещение поврежденной ткани, будут применяться подобные технологии. Что для этого нужно в конце концов? Ну, первое, чтобы это было безопасно, второе, чтобы это было эффективно, ну и последнее, конечно, чтобы это было доступно. И совсем в заключении есть простые правила о волшебных клетчиках, о стволовых клетках, которые не мной придуманы. Придуманы они в Международном обществе по изучению стволовых клеток. И они как бы рекомендуют всем, кто думает о применении клеток, их притерживаться. Чего-то не исключается. Что сегодня, во-первых, существует всего лишь несколько малых видов терапии с использованием стволовых клеток, которые действительно эффективны и безопасны. Мы обо всех о них сегодня поговорили. Это все, что есть практически. Второе. Помните, что вы решаетесь попробовать незарегистрированную терапию. И, в общем-то, вам после этого есть что терять. Потому что, ну, например, вы получите какое-то новое заболевание после этого. Либо, когда вы обратитесь к врачу и скажете, вот мое основное заболевание, вот оно развивается, вот я получил это. Поздно уже поезд ушел. Нельзя уже ваше основное заболевание лечить по тем или иным причинам. Поэтому много раз подумайте. Следующий, третий пункт. Различные типы стволовых клеток используются организмом для поддержания различных тканей. И это связано с четвертым пунктом. Скорее всего, различные типы стволовых клеток необходимы для излечения различных заболеваний. И поэтому не верьте, когда говорят, вот у нас есть в пузырьке панацея, сейчас к телевизору пошла реклама, значит, шампунь со стволовыми клетками. Шампунь со стволовыми клетками. Классно. Вот, ну, конечно, здорово шампунь со стволовыми клетками, но не может быть универсальных, особенно биологических вещей. Следующий. Причины использования тех или иных клеток должны соответствовать причинам заболевания. Понимаете, если вам говорят, мы сейчас у вас возьмем клетки жира и полечим вас мозгом, да? Не будет работать. Не верьте. Скорее всего, для того, чтобы лечить ваш мозг, все-таки клетки должны соответствовать тем клеткам, которые находятся в мозгу, а не где-то в другом месте, пускай и даже и жиры. Клетки вашего организма не являются для ваших однозначных безопасными методом сплантации. Когда пишут, что говорят, а, мы вашими же клетками вас будут учить, лечить это безопасно. Врут? Нагло? Абсолютно? Врут? Нет. Нет никакой гарантии, что это будет безопасно. Значит, седьмой пункт. Яркие речи излечившихся и другие рекламные штучки ходят в заблуждение. Ну, я уже рассказал о последней рекламе шампуна со стопорными клетками. Официально не одобрено экспериментальное лечение, предлагаемое к покупке, совсем не то, что официальное клиническое исследование, проводимое бесплатно. Если вам говорят, ох, у нас есть такая гоника экспериментальная технология, всего сто тысяч баксов, и оно ваше. Будьте уверены, что если это экспериментальная технология, которую действительно люди хотят и вывести на рынок, и сделать доступным для каждого, они идут и проводят клиническое исследование, официально зарегистрировано, и оно бесплатно. За него еще и пациенты приплачены в виде страховки, и так далее, и так далее. Ну, и последний год, долгая речь вся моя, и, так сказать, наверное, то, что всегда я возвращался к тому, что года, сколько-то лет подождем, и это получим, сколько-то лет подождем, и это получим, что процесс, через который научная разработка становится лекарством, он сделан для того, чтобы уменьшить вред и повысить эффективность. Ну, вот, собственно, и все о словах и пеках на сегодня. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...